Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня, это не шутка. Можно прямо сказать, от Южного полюса до Северного обсудили проблемы. И Антарктиды создаются там в более комфортном условии для работы россиян. Зимовочный комплекс создан, но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами, наша станция рядом и всяческая помощь научная. И в быту оказывается белорусским специалистам, которые там размещены. Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север. Конечно, подвергли анализу те события, которые происходят в мире. И возьмите вот наше стремление России и Белоруссии, Китайской Народной Республики. В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо. И причиной всего этого и Хусит, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море с Тайванием проблемы. Это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, это не хочется монополистам. Вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами. Дошли до вооруженных конфликтов. Обсуждали мы экономические проблемы и работы на Азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Разговаривали я с президентами. Они действительно нас там ждут. Прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями. Понимая, что время непростое, но тем не менее Африка ждет, зная, как было в советские времена, там Россию. Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы это быстрее была программа реализована. Нам легче было бы работать. Ну вот, как видите, целый комплекс вопросов с юга на север. Наше заседание, как здесь президент сказал, проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования. По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. И в этот день будут избраны депутаты парламента, местных, совета у нас областные, районные и сельские. Сохранены советы, как это было в советские времена. И 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой. Ну, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и также спокойно проведем эти мероприятия. По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами. Владимир Владимирович за 10 месяцев называл цифру больше 40 миллиардов долларов. Но если взять целый год товары и услуги, 54 миллиарда долларов примерно будет. Это действительно исторический максимум. Достижение высоких показателей во многом результат выполнения мероприятий 28 союзных программ, в рамках которых принято принципиальное решение. Ну, конечно, нам предстоит выработать общие критерии оценки эффективности их реализации. И ключевым на сегодняшнем заседании являются доклады наших правительств о выполнении основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы. И сегодня мы также утвердим новый программный документ, если члены высшего госсовета согласятся, на очередной трехлетний цикл. В 2024-2025-2026 годы. Этот цикл предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства, снятию оставшихся препятствий торговли. Важно усилить международное позиционирование нашего союза, как это мы пытаемся сделать с Евразийским экономическим союзом. Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь очень много сделано, мы многое поняли, что ученые понимали еще два года тому назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и, я говорю, сделали немало. Подписаны базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Вчера мы с Владимиром Наджимовичем в середине дня очень внимательно проанализировали те вопросы на примере микроэлектроники. Убежден, подготовленный к подписанию декрет на деле обеспечивает взаимное признание технологических операций. Считаю, что правительствам следует кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации, без каких-либо отступлений и изъятий. Также необходимо, чтобы это не стало, устранить все, что сдерживает взаимные поставки товара, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока еще у нас шероховатости в этом плане хватает. Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов. Как раз в то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси. Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем. Договоренности достигнуты. Думаю, что правительству надо активнее реализовывать эти договоренности. В том числе и логистики перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. Понятно, что миллионы, миллионы, десятки миллионов тонн груза белорусских переориентированы с прибалтийских портов, балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, Черноморские порты. Но напряжение существует. Поэтому мы с Владимиром Владимировичем месяц три назад обсуждали эту проблему. Приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. И там на первом этапе надо и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить. Там были эти разъезды, но когда Украина отошла транзитогрузов в питерском направлении, сложилось то, что сложилось. Поэтому все равно нам надо будет и для России важно, и для Беларуси восстановить поток грузов в этом направлении. Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Урегулирование вопроса общей собственности. Утверждение стратегии научно-технического развития союзного государства. До 1935 года ряд других. Президент об этом говорит. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной. Но, слава Богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли. Но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, медиахолдинг с учетом проб и ошибок ранее, особенно прошедших российские специалисты через это прошли, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси. В России то, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. В этом году мы отмечаем ряд знаменательных дат. Прежде всего, 80-летие освобождения Беларуси и 25-летие подписания договора о создании нашего главного проекта, когда мы пытаемся построить наше союзное государство. Это мощные идеологические поводы. Мы не имеем права ими не воспользоваться для продвижения наших ценностей и защиты правды об обшей истории. Подробно президент об этом говорил, например, в последних мероприятиях. Новых свежих идей, а главное, прерывных экономических проектов, конкретных предложений по развитию сотрудничества мы же ожидаем от 11-го форума регионов Беларуси и России, который в июне пройдет в Витебске. Думаю, Валентина Ивановна, Наталья Ивановна, вы у нас главные деятели в этом направлении. Как всегда, это будут успешные практические мероприятия. Уважаемые друзья, еще раз говорю, много можно говорить об итогах наших встреч, нашей работы, но я думаю, что нам надо перейти к нашей повестке работы. Сегодня в повестке нашего заседания 15 пунктов. Она сформирована с учетом актуальности вопросов для нашего двустороннего и интеграционного взаимодействия.